Дорогие друзья, здравствуйте! Я приветствую вас из самого центра Парижа. Латинский квартал остался за нами, вот туда он уходит. Мы с вами стоим на левом берегу, смотрим на очень живой перекресток Сен-Жермен-де-Пре с церковью, колокольня которой датируется тысячным годом, представляете? Это церковь Сен-Жермен-де-Пре, бывшее огромное аббатство Святого Гермогена в Лугах, от которого мы сейчас с вами будем уходить, и в своей серии нетуристического Парижа, я надеюсь, минут 20 мы с вами погуляем, я хочу вам показать бульвар Сен-Жермен, поговорить о буржуазном Париже, посмотреть сценки городские, здесь очень красивая публика, здесь очень дорогие квартиры, мы пойдем сейчас с вами мимо самых дорогих квартир Парижа, вы знаете, вот как раз та история, что дорого, скромно, пафосно, вот это вот скромное обаяние в французской буржуазии, вот оно встречается у нас здесь, кафе Лип, бывшее место, вот официанты, бывшее место, где Хумингуэй так любил бывать, кафе Дюфлёр, это очень тусовочное место, до сих пор они бы дают свою литературную премию, завсегда, Тэмми, кстати, Скарлетт Йокуссона одно время была, когда у него здесь будет француз, не знаю, до сих пор остались ли они вместе, и кафе Лиду Макло на углу, прямо на площади Сен-Жермен-де-Пре, где так приятно позавтракать, мимо красивых террас с такой довольно изысканной публикой, если вы мне говорите, что особенного в отысканной публике, но, слушайте, квартирки в этих домах, а здесь много жилых квартир, здесь не только офисы и магазины, стоят от 25 до 32 тысяч за квадратный метр, вот так вот, вот так вот, здесь уже не так много туристов, поэтому здесь реально много местных, красивые магазины, такие очень элегантные магазины, да, такая не умирающая мода, красивые люди из того старого Парижа, красивые бутики с косметикой, парфюмом, много, кстати, дизайнерских магазинов мебели, и мы с вами идем от центра по Сен-Жермен-де-Пре, это бульвар параллельный Сене, с таким вот именно, что налетом левого берега Парижа, Париж состоит из двух берегов и нескольких островов, самый большой, из которых это уже в центре, мы с вами в предыдущей прогулке, кто посмотрел, может быть, помнит, а кто не посмотрел, посмотрите на моем канале другие прогулки по разному Париже, проходили немножко по острову Сете и видели Нотр-Дам, там, да, собор Парижской Богоматери, я сейчас попробую перейти дорогу, перейду ее по-французски, неправильно, не на переходе, это здесь сплошь и рядом, хочу показать вам сквер, сквер, с этим носит имя уже очень давно Тараса Шевченко, вот, и там небольшая церковь, на которой очень интересные два ангела, я хочу вам эту церковь показать, два революционных ангела, у которых сохранились революционные пики, представляете, во время французской революции 19 века им доделали пики, и они там остались, все, мы с вами перешли, вот он, симпатичный скверик, это тоже бывший монастырь, потому что мы с вами сейчас вышли за пределы Парижа 18 века, в 19 веке тоже была часть Парижа, в 19 веке еще нет, пока мы подходим к этим интересным ангелам, я напомню вам, что вы на канале искусства с Еленой Легран, мы здесь говорим об искусстве о Париже, у меня есть видео, у меня есть шорты, призываю вас их посмотреть, если вам интересно, подписаться, поставить колокольчик, поставить сердечко, просто как обычно, как обычно говорят все, кто делает для вас что-то интересненькое онлайн, итак, вот они наши революционные пики, вот они, символ Франции с секирами, ангел, вот там высоко, и я его не увижу, сейчас попробую показать вам, пройду вот сюда, ой, здесь очень неожиданно неприятное движение, здесь медицинский факультет у нас, это здание медицинского факультета, одному, сейчас постойте, итак, вот, ага, нет, видимо у нас с вами в этот раз ничего не выйдет, из-за революционных работ, ооо, ну там не видно, сладенько, боксом, боксом, не получится сейчас, на одном с вами вернуться обратно, очень шумно, давайте пойдем по параллельной улице, интереснее будет, а потом выйдем на бульвар, потише возьмем улочку, вот он, огромное здание медицинского факультета, и вот там впереди, в глубине уже виднеется лувр, виден уже лувр, видите, там где зелень, там уже берег сены, набережная сены, и мы с вами свернем, пройдем немножко, все потише, вот, у нас же цель какая, посмотреть не туристический Париж, посмотреть разный Париж, я хочу делать периодически раз в неделю, пока тепло, пока хорошая погода, сегодня у нас тепло, такая комфортная 20 градусов, но видите, небо, небо нас не сильно радует, с утра уже дождичек пошел, вот, и пока познакомить вас просто с разным Парижем, немножко поболтать о парижской жизни, о французской жизни, то, чем я занимаюсь в телеграм-канале, в инстаграм-канале, который, кстати, в описании к этому видео я все-таки приложу, вы можете посмотреть, вот, и также у меня есть лекции по искусству, тоже можно их увидеть по ссылке в шапке профиля, как и мою книгу «Разгадай код художника», тоже ссылку на нее положу, и все, что я делаю, по ссылочке можно посмотреть, если вам захочется немножко погрузиться глубже в мое видение Парижа, Франции, французской истории, понимаете, какие красивые доминанты, как красиво заканчиваются парижские улицы, это одна из действительно особенностей Парижа, вот, мы ушли, наконец-то, в тихий город, здесь еще остались особняки, которые были тогда, когда бульвара Сен-Жермен еще не существовало, это был просто предместе Сен-Жермен, то есть Святого Гермогена, кстати, вот тот монастырь, с которым мы с вами начинали, церковь, вот этот особняк 18 века, церковь Сен-Жермен-де-Пре, это была часть большого монастыря, монастырь был самый большой на территории, ну, он, по-моему, ограничился с Парижем, да, это был самый конец Парижа, и это был монастырь, где статья Екатерины Медичи пряталась во время чумы, 7 месяцев она провела там, будучи ригершей Франции при малолетнем сыне Карле IX, тогда королева Марго была совсем молоденькой, то есть только ей в 8 лет где-то была, та самая королева Марго, которую мы с вами знаем, в том числе по романам Димаша, вот, в 19 веке проложили бульвар, у 2-го 19 века была большая перестройка города, император Наполеон III был инициатором, а вы смотрите кафешку, да, мы идем, а вы смотрите на парижское жизнь, я специально вожу камеры туда-сюда, аккуратненько, вот закрылось кафе, кстати, это сейчас случается, вкус-кус был, угу, понятненько, вот здесь случается такое, видите, все, все, шумный Париж ушел, тихие, спокойные, благолепные дома, не любят парижане, ну, богатые люди нигде не любят общепит в своих домах, знаете, какие интересные дворы, пойдемте глянем, так вот, Наполеон III, когда пришел к власти, уже как император в 852 году, он открыл большую программу по перестройке Парижа, вот такой внутренний дворик, галерея, видите, там жилые квартиры, вот, он открыл здесь, вот, наши почтовые ящики, вот, он открыл большую программу по перестройке Парижа, для того, чтобы город превратился в имперский город, вот такого типа дома, как вы сейчас видите, появляются, на Сен-Жермен их очень много, но здесь остались еще и дома, которые были до перестройки Наполеона III, вам помахали, я его даже не сразу увидела, вот, до перестройки Наполеона III, и только сейчас остались особняки, и это стало сразу же в 19 веке элитным местом проживания, посмотрите, вот они, старый домик у нас стал составными, дальше у нас уже идет 19 век, вот, и вот также еще впереди у нас старый дом остался, не все дома соглашались перестраиваться, это была прям настоящая война, кое-кто отстаивал, всегда есть смысл отстаивать, если считаешь, что ты прав, но вот таких, например, домах жить менее интересно, хотя бы стою, здесь все дома дорогие, смотрите, какое интересное архитектурное решение у этого дома, деревянные балконы, двойная мансарда, я уже не буду переходить, вот, двойная мансарда, и очень интересные израсти над окнами, это у нас тоже дизайнерский магазин всяких, видно ли что-то, не, они очень видны, всякой посуды, вот, здесь прям такая мерка, у нас сейчас, видите, перекопан немножко Париж, меняют тротуары, меняют асфальты, меняют трубы, это не связано с олимпиадой, кстати, скорее олимпиада не кстати пришлась, потому что хотелось бы, конечно, видеть красивый город, а не вот это вот все, ну, наверное, вот этот кусочек олимпиаде закончат, хотя не верю на что-то целиком, вот у нас здесь красивые, красивые дизайнерские магазины по шоу-румам маленькие, мебелью, и вот в больших квартирах люди могут себе позволить иметь таких псинок, и весь Париж может себе позволить иметь таких псинок, потому что город очень плотно населенный, на площади, вот смотрите, площадь с Парижа я вам не скажу, а расстояние между крайней северной точкой Парижа и крайней южной 9 километров, между крайней западной и крайней восточной, вот доминант опять красиво отцепляет, красиво сделан доминант, типичный 17 век, классицизм французский, а между западной и восточной точками 11 километров, то есть Париж почти круглый, он вошел в свои размеры, 1 января 1860 года, при том же самом Наполеоне Третьем, видите, сколько, какой длинный бульвар Сен-Жернен, а видите, еще войдем в этот двор, вот раньше во дворы могли бы езжать экипажи, вот здесь вход в дом, в один дом, здесь вход во второй дом, который находится даже в третьей глубине, который находится в глубине, видите, здесь дома попроще, дома, которые смотрят на бульвар, они поинтереснее, посмотрите, я покажу, очень интереснее, сиди в этом дворике, ни разу не была, все время было закрыто, давайте я вам покажу, какие здесь дома, смотрите, это явно было не жилой дом, хотя, хороший ар-деко, вполне себе, вполне себе, вот, очень красивая картинка, из-за того, что нет яркого солнца, нету, с одной стороны, более спокойный свет, нету резких контрастов, ну что, мы с вами идем дальше, я приближаюсь все время к музею Арсе, это будет наша с вами цель нашей прогулки, и напомню, да, что мы идем по бульвару Сен-Жермен, идем от центра, моя цель просто показать вам разный Париж, здесь совсем немного туристов, здесь вот те, кто живут в этом районе или ходят по делам, вот впереди большое кафе, дальше несколько банковских отделений, и вот там у нас впереди дома, более маленькие посады, вот дома, которые не были затронуты перестройкой, огромной перестройкой, середины 19 века, в 18 лет, за которые были разрушены 39 тысяч домов, чтобы построить 68 километров новых улиц, вот Рудюбак, улица Бак в глубине, там как раз осталось много старого Парижа, типичные совершенно фасады, которые закругляются на углах, это типичная постройка Парижа 19 века, Парижа Османовской или Парижа эпохи Наполеона 3, как мы еще говорим, это племянник Наполеона 1, который правил Францией с 1848 как президент, в 1951 году он совершил государственный переворот, в 1952 он короновался как император, 2 декабря он совершил переворот, и 2 декабря через год он короновался как император. Почему 2 декабря? Потому что 2 декабря 1804 года короновался Наполеон 1, его дядя. Его дядя по отцу, а Жозефина ему бабушка по матери. Видите, как первая дочь соседателя первого брака, Картензия, вышла замуж за брак на Парижа Луи. Шумная улица, я что-то говоря не ожидала такого шума, надеюсь, вы меня слышите, меня микрофон, надеюсь, вы меня услышите, несмотря на очень шумно ездящий транспорт. Опять дизайнерские магазины, мебельные, здесь очень много мебельных магазинов. Вот, и перед нами это министерство, мне кажется, это министерство территорий или что-то в этом роде. Сейчас посмотрим, что здесь написано. Ага, да-да-да, вот, министерство экологического транзита и территорий. Вот, пожалуйста. Готовится Париж к Олимпиаде, поэтому вот такие вот растяжки висят. Ну, а фертуары, ну и как придется. Вот, не страшно. Вот, небольшой дверь впереди. Дом сделан в таком внео-ренессансном стиле. И это тоже 19-й век. Вот он, дом нео-ренессанса, а рядом классический 15-й век. Еще один бывший особняк, в котором сейчас находится еще одно художественное учреждение. Фанс Хейланс. Я, кстати, не знаю, что это такое. И вот номер дома. Типичный особняк, въезд во двор. И дальше через двор проходим в особняк, и через особняк проходим в парк. Это классический, классический Париж-карпетитур 17-го, 17-го веков. Вот, кстати, когда перестраивали Париж в 19-м веке, были вот так же приняты еще и украшения Парижа. Вот, посмотрите, мы сейчас с вами видим первое украшение Парижа, мы к ним приближаемся. Это вот эти двойные лавочки. Те, кто были в Париже, или те, кто гуляли уже со мной, или не только со мной по Парижу онлайн, эти лавочки наверняка замечали. Это лавочки вот в 1850-х годах, ставшие как украшение Парижа. И вот такая же впереди, видите, рекламная тумба. Там рекламировались всегда спектакли. И сейчас тоже спектакли или фильмы. Это тоже еще одно украшение Парижа. И вот два особняка, которые не захотели быть проданными. Поэтому они остались. И вот Господский дом тоже самое. Поэтому они остались. А напротив, посмотрите, роскошный Париж. Опять дворы, там такой красивый двор. И посмотрите, какие консоли под балконами. В восторг, просто очень красивый посадка дома. С этой стороны. Очень красивый. Это вот дом явно по индивидуальному проекту. Если вот дом, например, который у нас впереди, он более типовой. Мы не берем особняки, да? Смотрите, три особняка стоят. Три таких средненьких особнячка на выезде из Парижа. Средненьких, маленьких. Без фанатизма. Красивые витрины. Вот оно, скромное обаяние, скромное обаяние Парижской буржуазии. И антикварный магазин. Антикварный и для открыточки старые книжки. Это у нас китайский, да, ировненько. Китайщина. Вот она, китайщина. Шенуазовый, так называемая. И снова отсвечивает сильная витрина. Здесь снова магазин мебели. Вот. Сейчас живут даже на антресоле. Хотя здесь видно, что антресоли не жилые. Есть жилые антресоли. Антресоли это то, что находится между этажами. Между нулевым. Где обычно магазины, рестораны, конторы, банки. И в верхнем был этаж. Вот посередине я показываю антресоль. То есть между перекрытиями. Видите, здесь сдаются офисы. Написано, что офисы все обновленные. То есть сделали ремонт. И мы с вами приходим уже в очень живой часть. И мы практически дошли до музея АЦ. Я думала, что у нас дольше продвижение прогулки. Видите, как быстро идем? И совсем маленькие расстояния. Мы с вами только что прошли две станции метро, друзья мои. Две станции метро. Это около километра. Мы с вами прошагали, бодонько. Сейчас здесь будет очень много туристов. Мы видим музей АРС. Я вам покажу его площадь перед ним. Его вход. Это бывший вокзал. Но не только вокзал, потому что в музее АРС был еще и отель. Поэтому мы будем как раз сейчас в музей. В музей мы сейчас входим со стороны именно отеля. Ой, народу много. Сейчас, кстати, школьные каникулы еще не начались. И это время. Конец весны. Начало лета. Его переда начинается с 21 июня. Оно очень для школьных путешествий благоприятное. Поэтому преподаватели везут школьников. Учиться уже всем лень. Вот у нас школьные классы. Шумные. Мы этих найдем сейчас с вами. Вот они, школьные европейские классы. Говорят по-французски? Или нет? Не, не по-французски. Не по-французски говорят. По-английски говорят. Может, вот американцы приехали, кстати. Вот. И мы подходим к музею АРС. Это все тоже жилые дома. Ой, ребятам шумно тут, конечно. И здесь уже туристический Париж. Вот во время ковида вот такие террасы появились. И с тех пор они стоят денег. Мне кто-то говорил, около 7 тысяч. Но я не поняла, это 7 тысяч. Надо иметь право на такую террасу в месяц или в сезон. Потому что они должны убирать себя зимой. Они только летняя история. Ну вот, слушайте, ну вот вы идите прямо на дороге. Ну не знаю, вот ходят такие с камерой, как я. И всем вас показывают. Вот. А я вам еще раз напомню, что я буду очень рада, если у меня на канале появятся новые зрители. Я стараюсь сейчас летом раз в неделю выкладывать прогулки. И скоро еще выложу, надеюсь, на следующей неделе точно, а может и раньше, видео из Непала на 16 минут. Все наши непасеки и приключения в горах, нижнего густанга. Так что здесь будет еще иначе только Париж, но иногда все путешествия, куда меня заносит судьба. Вот. Ну и, наконец, музей Арсе. Вот так вот, прям на улице. Они предлагают, я вот так не очень люблю, но это такая очень парижская, очень французская история. Посмотрите, как красиво выглядит музей Арсе. Арсе, это как раз с той стороны, где у него был вокзал, был отель, простите, не вокзал именно, а отель. Сейчас здесь вход на станцию метро РОР, то есть те пути, которые были здесь, когда Арсе в 1900 году был построен как вокзал в последний день его функционирования. Это был 1 сентября 1939 года, когда была объявлена, ну, Франция вступила в первую, ну, простите, в вторую, вторую, конечно же, мировую войну. 1 сентября 1939 года. Вот. А это у нас стиль одного и огромное количество туристов в Гуси Арсе. И вот фигуры, которые изображают с собой различные континенты. Это у нас Европа, мне очень нравятся эти фигуры. Это у нас 1898 год для очередной индустриальной выставки, сделанной. Это у нас, естественно, Азия. Это у нас Африка. Европа, Азия, Африка. Это у нас Америка и Северная. Надеюсь, Северная Америка. Подозреваю, что Америка Южная, и мои подозрения верны. Ешь кокосы, ешь бананы, бананы. Ага, Америка Южная. И, наконец, Океания. Океания. Вот ее. Океания. Южная Америка, Северная Америка, Австрия, Азия. И Европа. И вот он, красивый музей Арсе. У меня по музее Арсе, кстати, есть онлайн-экскурсия, но она часть моего ладного проекта. По ссылке в шапке профиля я все свои проекты тоже положила. Если вам интересно, можете посмотреть. Ну что, а вот там, где вход по билетам, куда я сейчас пойду, потому что я гид в Париже, и вы можете прийти ко мне на эксклюзии по Париже, по всем музеям, вы можете писать мне в комментариях, можете посмотреть мой сайт тоже по ссылочке, в шапке профиль он тоже есть, и первым закрепленным комментарий тоже сделаю. И тогда мы с вами вот так пойдем. Вот так. Вот здесь пойдем. Вот там идут те, кто без нас, а вот здесь придут те, кто пойдет со мной в Барсе. И мы посмотрим очень много интересного. Так что приходите. Я сейчас пришла на экскурсию, у меня сейчас здесь будет работа. Вот, сейчас мои туристы подойдут через 7 минут. А я с вами прощаюсь. И желаю вам хороших летних денечков. Приходите через неделю, смотрите прогулки, которые вы еще не видели, если хотите, на моем канале. Есть онлайн-экскурсии этого уже года по неизвестным кусочкам Парижа и такие вот интеллектуальные болталки, болталки, болталки. А это, кстати, музей Ордена Почетного Региона. Ну все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok